Всем привет! Меня зовут Сергей, я за Тверью в сторону Порши, поселка Брехл, КФХ, вот они мотают сенаж. Также вот три единицы работает, сразу рулонник, вывозят в поле, там далеко видно, ну и покажу их работу. Название КФХ будет в названии или в описании, посмотрим. Так что вот так, смотрите, по-немецки также они мотают. Металлфак, наш беженский, да? Чё нет? А делают у нас его, фу, в беженский, в торжке. Да? А как определили? А как определили? По документации их взяли. Так же забивает миша этих блядь. Да нет, это для сенажа как бы это не фрес. Ну да, да. Да и вообще он как бы не для больших партий. Сколько в сезон мотаете? Ну за этот сезон уже в это... Три с половиной где-то. Да-да, вот, разбегать. Нижний валет не крутит, да? Нет, его крутит, это уже... Прокручивает. Металл должно началось. Я же тебе говорю, это наш торжокский. Боже, да, торжокский. Ну у вас сетка стоит. Сетка, да. Ну это дорого, дополнительная опция у них. Ну, 115 тысяч. И еще этот, центральная смазка стоит, смотрю. Тоже еще соточка, да? Да я вот не знаю, сколько выходит. Слушай, а сетка какая? Экабуловская, да? Да-да, Экабуловская, я вижу. Хорошая сетка. У меня класс 46-й. Во-во-во, вот заебатая тема, да? Вроде бы это... Ты по годам старенький, да? Вот этот болт, он всех запарил, его 10 раз, блядь, переставляли на подборщик. Я, у меня знакомый, у металлфаковский такой же, я его тоже снимал. Эти дверки, блядь, у всех сразу поотлетали, на... Кто? Дверки эти. У всех, нахуй, поотлетали. Да. Ну вот этот вал нас до той степени уже достал. Вот этот именно вал. Ага. Он же идет же силовой. Ага, да-да, основной. Основной вот получается, и весь привод задней крышки в этом. То есть основная нагрузка на него. Да, 23 тысячи вау. Ну мы как бы это... У нас есть хороший такой мастер-сварщик. Ага. Ну а соромятина вся. Да, вся соромятина, я говорю. Вот оно что, ну, раскатало его. Да-да. Вот это раскатало. Да. А теперь что, либо вал менять со звёздочкой, либо варить. Да, то есть вырезать свальца его, и заново новую в это вырезать. А слушай, а у тебя так же автоматом сетка идет, да? Нет. Сам. Нет, да, сам. А на этом как? На классовском. На классовском кнопка, да, пульт у меня так же стоит. Потому что, Влад, да, по соотношению верёвкой и ниткой вязать у тебя по-разному получается. Верь, ты имеешь в виду сеткой и этой, и ниткой, да. Но на классовском стоит две бобины. Две, то есть они стоят две и две нитками, двумя нитками. Да, там быстрее. Да, он и быстрее, и качественнее заматывает. Но там расход ёбнешься. О, это большой очень. Да. А этот Ситмовский обмотчик, да? Да. Пошли глянем. Ну, вон они этой, тот же фигачат немецкой. Немецкая, а где брали-то? А я не знаю, где брали вчера привезли. 5300 я её покупаю. Ну, это беспонтовик. Почему? А в каких-то белых привозили с пластиковой этой стулкой. Ага. А лучше? Ага. То есть по втулке лучше или почему? Почему ты судишь, хуже, лучше? Вот это вот по втулке. По втулке, по пластиковой. Вот я понимаю, вот ты имеешь в виду вот эту вот часть. Да, да, да. Ага. Вот, и сама плёнка на ней как-то лучше. Она и тянется более, чем вот эта вот. Просто не успеваем. Да. Амокируют снах. Нас тоже три человека. Ну, не хочется идти работать. Да, и вот у меня точно такой обмотчик, только у меня тося. Красный. А, я знаю, видел. Да. Тут здесь, в принципе, одно и то же. Да, всё то же самое. Долго хуже у этого? Чего? Обмотал вот много? Где-то 400 рулонов. Ну, нам не хватает. Я в основном на продажу. Ну, ты нажал, наверное, уже 2000 его. Смотрю, ролики уже сами ставили, да? Восемники? Да. У меня ли? Да, ну, я тысячи много для него, конечно. В том году мы тысячу сделали, ни разу. У него даже не открывали даже крышку, цепочку не трогали. А в этом году уже понеслось. Ну, да. Он всё-таки считается полупрофессиональный, понимаешь? Он как бы такой-такой. Для малого. Да, да, да. А у тебя вот принцип, вот чем ты его возишь? Вилы у меня. Да, то же самое, только вилы. Да, да, вилы. Ну, полтонны тоже поднять, как бы вот это. Тяжело. У меня 80-ка, не 82-й. Это вот у нас наёмный вот трактор. Вот это, да. Установка наша, а установка на 80-ке висела, как бы вот. Тяжело, конечно. Вот он у нас работает с 9 до 5. Всё, 5 часов он въезжает. Я... У меня две польских, красные, польские. Да, да, да. И кренка одна у нас. Какая? Кренка старая. Да. А вы? Ну, смотрю, там волок хороший. Новая косилка, да? Нет, не новая, старая. Крона. А, ну... Бля, заебатая вещь. Вот то, что вот, что это, польские, да, у тебя две. И это... Кренка. Это одна херачит, да? Это одна. Ну, я тебе скажу, да, вот, мы за неё отдали 400 тысяч вместе с дорогой. Ага. А эта тоже ваш, да? Да. А телегу по Гранду брали? Что, я не знаю, как они её брали, но с хорошей... Скидкой. Да. Ну, они, видишь, они всем, блядь, скидки дают. И этим заманивают нам. Ну, да, там на запчасти что-то скидки. Я сюда приварил две стойки и бобины с собой вожу. Я вот тоже вчера вот только говорил про это. Канал у меня Антон М. Антон М на ютубе. Да. Ну, он на продажу, что ли, или на заказ? Да, на продажу. Ну, берут его? Да. Почём отдаёте? Вот по фото у вас. Почём отдаёте. Знаю, а сегодня не стоял это? И стоял это? Почти. Да-да. Оборвал. Это немецкий, он как бы холодный, но он неплохой на самом деле, этот стрейч. Вот сегодня вот это и вот так начало. А, вчера вечером вот первую побегу. А до этого был другой, да? А, коробка, говорит, есть. Вот такое они мотали, вот он. Ну да, этот лучше видно, что он... Вот он вроде бы и тоньше. Но ложится лучше намного. Да, он лучше. Этот же жёстче получается тот, да? Да, тот жёстче. Но это дороже. Это что-то 7,5 что ли? Ну, если на канале найдёшь меня этот, напиши, я тебе скину данные, где я беру. А московские, латкарина я брал, они мне скидку большую делают. Вот, ну, небольшую, но нормально. Вот по 5300 я брал, вот этот зелёный. 5300, но я его на пробу брал, 5 рулонов. И брал вот этот испанский. Они мне тоже его что-то 5700, что ли, отдавали. Вот как вот этот, вот такой вот. А у вас сколько оборотов херачит? Да, 24. А почему? А сколько надо? 16. Нет, 16 мало получилось. Получается, да, то есть мерили, да? Да, 16 как бы мало у нас. Ну, у вас на обмотчике же стоит 16 и 24, да? В смысле? А у него этот датчик там такой есть, ну вот эта кнопка. Да, это, кнопка у нас только в этом привезли, обмотчик кнопка в этом. Прощелкивается это. Он считает, считает, кнопку в этот, билл. Да, да, да. Обсновная проблема магнита, то что его надо ложить на ровную поверхность. Да, да, да. А у нас же, видишь, получается... Да, да, да. Чуть сюда, потом мотает, раз, и рельнулся. Да, и оборот пропал. Да, вот это вот херовое, как бы вот этот магнит у них, как недоработка. Такая. Я говорю, я уже попробовал шайбочку подложить, нет? А я его выгибаю. Я его прям выгнал, нахуй, под самый этот, и все, и херачил. Да. Эту площадку. Да, да, да. Я его подвинул, блядь, под самый магнит, нахуй, и херачил. Ну, опять же, надо смотреть, чтобы он ровно лежал. Ну, да. Так он проскакивает из-за того, что, блядь, качает неровно. Просто магнит, ребята, попробовать побольше поставить, чтобы им больше было. Ну, да, в принципе. 900? Какой он там? А я не знаю. 80-ка, да, 900. А, 80-ка? Да, да, МТЗ-ка. Красная. 15-ка. 15-ка, да? Что за говно? Ну, что ты хотел от МТЗ? Нет, вот, двенашка, двенашка. А у него, эти, коробка с синхронами, нет? Ну, вот она проблема. Ну, проблема в синхроне. Да, да, да. А так, знаешь, вот, я, получается, иногда пришел сюда, в марке в том году. Ага. В атеиде сюда, тысячу, тысячу, тысячу восемьсот фоточасов. И без проблем, да? Нет, как, без проблем. Ну, мелочи. Да, да. На гидравлике неделю назад аппаратура села, как-то сам не доводится. Всё. А, а так тянет, да? А так тянет, всё, вот. Вот так стоит Экобуловский, его они мотают. Вот он, сетка протаскивает. Вот такой тормозок стоит. А, вообще, пиздец. Смотри, получается, всё тут было. Очужная пружинка закрепилась сюда. Да, правильно. Правильно. Вот этот вал, он постоянно крутится. Да, да, да. У тебя сетка проходит через него. Да. А у меня стоят два сверху вальца таких, и они прокручивают. То есть, у меня ремень идёт наверху валец этот. Ну, вот он, получается, вот они, два вальца. Да, да, да. А у тебя здесь, да. А у меня здесь. Ну, суть-то одна. Да, да, да. И вот смотри, пружина тянет. Ага. Вот взять её, она сильнее натянется. Да, 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 да. Она сильнее натянется. Подшипник. Во-первых, это, знаешь, было такое, что за день хлоп один раз намотает за день. А потом дошло до того, да что-то ты вот только успеваешь хлопать, ты вперёд не смотришь, только назад. Ага. Я уже думаю, почему тебя, я уже, это, выплюнул рулон, борода не висит, ровный срез. Почему тебя засовывает? Он постоянно крутится, ремень сильнее натягивается. Ага. И подшипник ухана, да? Да. Подшипник ухана, он же у тебя первоначально стоит, он закрытый. Смазки у тебя надолго всё равно в закрытом не хватает. Ага. Вот он. Уже люфт есть. Уже люфт. Ага. Освободил. Всё, я забыл эту проблему. Вообще забыл. Это когда наполняется, он сам должен шелкать? Нет, он это, крышку открыл, получается, закрыл. Сделался. Подъехал, забыл это. Ну что он у меня не запечатанный. Ага. Пришлось обматывать самому-то. Ну, плюну это. Как, я борозды выезжал на обед сюда. И всё как было. Сколько вы сенажа мотаете? Уже у вас замотано, да? Да, 2000 уже замотано. 2000. То есть, ну, кто-то крупный приезжает, забирает его. Знаешь, это... Не буду говорить, кто, да, как бы... Ну, понятно. Не-не, это не... Не надо, правильно. Договор, как бы, есть... Ага. С хозяйством? Ну, договорились, кто стал... Ага. Они приедут, тысячу заберут. Они у нас только... Приезжали как-то. То есть, купили у них, да? Нет, не у них купили, а купили, по-моему, в зубцове, что ли. Покровская, за Покровским где-то ферма там тоже есть. Но в Покровской это по овцам. Ну, это... Зуб, ну, понял. Где-то здесь в области. Первых, как бы, за науку купали, а других уже, это, бартеров на сенаже. То есть, сенажом отдавали, а не телят вам давали. Ну, блядь. Хорошая схема. А в чем-то, да. А я вот... Ну, некоторые хвалят геррифордов, а некоторые нихрена не хвалят. Герриф знает. Нет, понимаешь, фокус в чем этих геррифордов. Она же, блядь, эти все... Телята-то у них на подсосе, а на подсосе все 8 месяцев. Она, блядь, ее покрыли, она его 8 месяцев откормила, снова теленок. А молока-то с нее... А молока-то нету? Да. А молока-то с нее нихрена нету.